Итак, для решения нашей проблемы мы как раз таки используем делегирование. Вот что происходит у нас в приложении. Мое приложение, которое находится здесь слева, говорит чему-то отдельному, что по сути не является частью моей программы отдельному объекту, синтезатору речи, говорим мы произнеси какой-то текст. После чего он заканчивает произносить это, но мы не можем понять, когда он это сделает, потому что он это делает отдельно от нас. И один из способов, который может прийти в голову, это какие-то периодические проверки. Я не знаю, когда он закончит, но я могу спросить его, говоришь ли ты сейчас. И он может ответить, да или нет. И если делать такую проверку, скажем, раз в секунду, то можно добиться такого эффекта, что мы будем знать, когда синтезатор закончил говорить, с погрешностью плюс-минус одна секунда. И это неплохо, но опять же на самом деле это ужасно, потому что это неэффективное использование ресурсов и в целом очень костыльное решение. Было бы классно, если бы вот то сообщение, то действие, которое синтезатор выполняет, когда он закончил, он бы делегировал нам. И он бы сказал, знаешь, приложение, давай ты будешь говорить дан, когда я закончу, вместо того, чтобы мне говорить дан. Это никак не повлияет на мое действие, это никак не повлияет на то, когда синтезатор речи закончит произношение. Но когда он это сделает, какой-то метод будет вызван у меня в приложении, а не у синтезатора. Так что давайте сделаем это, добавим это в наше приложение и используем это для того, чтобы полностью скрывать, точнее удалять весь текст после того, как произношение закончено. Итак, первое, что нам стоит сделать, это объявить наше приложение тем, куда будут делегированы какие-то методы из синтезатора речи. И в английском используется слово delegate, это то, куда будут переданы, куда будут делегированы права. Здесь мы можем видеть, что наш app delegate уже… Это очень интересно. Да, нет, все правильно. У меня уже что-то с глазами, потому что мне здесь показалось, что здесь написано не application, а NS Speech Synthesizer. Здесь протокол NS Application Delegate. Иными словами, наше приложение уже старается удовлетворять протоколу NS Application Delegate. Мы же хотим сделать наше приложение еще и делегатом синтезатора речи. Поэтому сюда нужно будет добавить еще один протокол NS Speech Synthesizer Delegate. Теперь наше приложение обязано реализовать что-то, что позволит ему быть делегатом синтезатора речи. Итак, для этого нам нужно будет реализовать один метод. И так как этот метод приходит из этого протокола, нам не нужно его писать здесь, нам лишь нужно его на самом деле реализовать в m-файле. Поэтому я перейду в самый конец. И это метод, который называется Speech Synthesizer Delegate Finish Speaking. Это тот метод, который является частью синтезатора речи, но делегирован нам. Итак, это метод, который возвращает ничего, void, Speech Synthesizer. Так как мы указали этот протокол, Xcode уже знает, что он может нам предлагать какие-то вещи из этого протокола. И здесь вы видите несколько методов. Нас интересует вот это Speech Synthesizer colon did finish speaking colon. Итак, первое, то, что он передает, это указатель на тот синтезатор, который только что говорил. И далее булевая переменная, которая означает, закончил ли он говорить или нет. И так как этот метод будет вызван только тогда, когда синтезатор на самом деле закончил, мы можем здесь очищать текст. И здесь нам стоит сделать textField set stringValue пустое. Окей. Ошибок нет. Запускаем и проверим. Так, давайте сделаем вот такое. Я очень люблю издеваться. Нам нужна длинная строчка. Нет, нам на самом деле не нужна. Я не знаю, зачем я это сделал. Давай уж прочь, Филин. Угу. Ничего не произошло. И почему? Давайте разбираться. Проблема в том, что все, что мы сделали, это указали протокол, который теперь принимается нашим классом, и реализовали метод, который обязательно нужно, точнее, не обязательно, но нужно реализовать для того, чтобы на самом деле очистить значение текстового поля. Мы лишь выполнили необходимые условия для того, чтобы стать делегатом. Но мы не стали делегатом. Мы не сделали ничего, чтобы указать себя, указать наше приложение как делегат. Для этого нам нужно сделать следующее. Где-нибудь, где наше приложение только создается, опять же, в том месте, где мы создавали наш спикер, нам нужно сделать, что, указать спикеру, что мы будем его делегатом. Для этого мы спикеру, точнее, да, спикеру передадим сообщение. SetDelegate. И передадим ему указатель на то, что будет его делегатом. В частности, нас интересует мы, поэтому мы сделаем self. Если бы мы это сделали в начале, до того, как добавили вот этот протокол, то исход стал бы ругаться, что для того, чтобы быть делегатом, нужно адаптировать вот этот протокол. Ну, теперь все должно работать. И, как вы видите, это удаляется сразу после того, как текст произнесется. Вот маленький, но хороший пример делегирования в том месте, где без него очень сложно обойтись.